Добрый день, уважаемые коллеги! 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 с довольно-таки низким процентом актуальности, или можно рассчитать, посмотреть средний процентиль актуальности. Если это домашний журнал, и за последние несколько лет нет никаких подвижек в появлении новых авторов из новых, скажем так, географических каких-то территорий. Если уровень самцитирования очень высокий, если некачественная экспертиза авторов и членов редколлегии, и если посмотреть цитируемых и не цитируемых работ журнала, то, скажем так, доля не цитируемых работ довольно-таки высокая. Опять-таки, нужно смотреть, конечно, на предметную область, потому что мы помним с вами, что в социогуманитарных науках свежие публикации, им нужно время, чтобы они получили свои ссылки. В среднем это от трех до пяти, до десяти лет. Опять-таки, все зависит от предметной области. Итак, мы уже говорили о том, что журнал, когда попадает в скопус, на самом деле работа только начинается, и она связана в первую очередь с неким соревнованием, в которое попадает журнал. Каким образом? Соревнование это связано с тем, что каждый год мы для всех журналов рассчитываем метрики. Ну вот вы видите эти показатели, эти метрики, самоцитирование, общая цитируемость, то есть количество ссылок и так далее, количество статей по тематике. И сравниваем эти показатели по каждому журналу со средними показателями по предметной области. И если журнал, скажем так, проваливается по этим значениям, ну, например, общая цитируемость работы у журнала на 50% меньше, чем средний показатель по предметной области, ну и так далее, то самоцитирование в три раза больше, чем в среднем по предметной области, то в этом случае журнал попадает на переоценку. То есть комитет по этике снова, собственно говоря, тот именно комитет, который отбирал ваш журнал или принимал решение об индексации вашего журнала, он снова будет пересматривать ваш журнал с точки зрения прекращения индексации. То есть насколько журнал вписывается в тему, почему у него такие показатели, и они снова пересматривают контент и уже принимают окончательное решение. Эти метрики, вернусь назад, рассчитываются еще раз один раз в год, где-то в апреле месяца. А вот про референсную группу, скажем так, поскольку вы попадаете в конкурентную среду, то про референсную группу я, наверное, останавливаться или говорить долго не буду, поскольку, ну вот, каждую, наверное, нашу встречу я об этом говорю, и я очень надеюсь, что вы вот за эти, скажем так, три встречи уже, ну, подобрали пяток, да, где-то пять, три-пять журналов, как говорится, для ориентировки, с которыми вы будете, или вы уже соревнуетесь, или на которые вы ориентируетесь, которые, может быть, чуть-чуть по показателям лучше, или находятся там на последних границах первых квартилей, но схожей и по публикационной тематике, и по подходам. Я еще раз повторюсь, очень надеюсь, что вы уже сделали, поскольку мы не раз об этом говорили, как это сделать, и по поиску, и по обзору по предметной области, и так далее. Поэтому здесь не буду особо останавливаться, но, еще раз повторюсь, реверенсная группа как раз является тем самым адекватным ориентиром с точки зрения тем, с точки зрения их моделей, которые они используют, с точки зрения представления их материалов, представления там типов публикаций и так далее. Как можно привлечь сильных авторов? Ну вот здесь приведены некоторые вот такие основные подсказки, довольно-таки широкие, да, и, безусловно, какие-то из них вы уже используете, у вас прекрасные платформы, у вас есть дуои, но, тем не менее, я уверена, что есть над чем поработать, и, скажем так, возможно, что-то из этого вы сможете себе подчеркнуть, и использовать в своей практике. Вот что такое по статейной публикации онлайн-ферст, это, поясню, это когда статья принимается к печати и появляется онлайн, например, в декабре 2019 года, а уже сверстана она в выпуске 2020 года, то есть печатная версия издается в 2020 году. Ну или, опять-таки, онлайн-версия, как только статья проходит весь процесс рецензирования и редакционной обработки, уже готова, там, типографическая обработка, уже готова погенация, уже все вычитано, все сверстано, ее можно выставлять, но весь еще выпуск не сверстан. Тем не менее, издатель, в первую очередь, мы сами, как Элизавира, это используем, мы стараемся уже проверенный, выверенный, вычитанный материал, прорецензированный, конечно, давать его онлайн, чем раньше, тем лучше. Поэтому вы, на самом деле, можете увидеть на страницах или статей прямо, скажем так, историческую, скажем так, процедуру обработки этой работы, когда подана, когда прорецензирована, когда появилась онлайн и когда уже финально была опубликована. Как можно привлечь авторов? Как вы знаете, рассылки к рассылкам нам уже, скажем так, доверие не очень хорошее, тем не менее, вы, ну вот, даже опираясь на свой опыт, вы точно, наверное, зацепитесь за письмо, которое адресовано именно вам, а не просто уважаемые коллеги, а где указано ваше имя и отчество, где указаны какие-то конкретные факты в отношении вас. В этом случае, скажем так, есть шанс, что это письмо автор дочитает. Тем не менее, скажем так, от незнакомого журнала получить такую информацию и поверить ему довольно-таки сложно. Мы с вами на прошлом занятии говорили о том, как посмотреть обзор цитируемости своих работ и вычленить новых авторов, которые ссылаются на наш журнал, но еще у нас не публиковались, привлечь их в качестве рецензентов, написать им письмо. И вот такое новое письмо, конечно, для них будет, возможно, неожиданным, новым. Тем не менее, чем больше конкретики, персонализации, тем больше. Но для привлечения новых авторов вы можете использовать свой собственный потенциал в виде, например, тех самых высоко цитируемых авторов, ученых, которые у вас уже публикуются. Каким образом? Ну, попросите их на их страничках Фейсбука анонсировать новые выпуски журналов, да, или дать комментарии по каким-то статьям, которые уже опубликованы в вашем журнале, но не этого автора. То есть использовать их как канал коммуникации. Более того, члены редколлегии редакционного совета, особенно те иностранцы, которые у вас есть, они являются реально амбассадорами вашего журнала. Используйте их, опять-таки, как канал коммуникации через них с их научным сообществом, с их сетью научного общения, через их социальные сети. Краткий обзор выпуска с фокусом на самые интересные темы, небольшой пост, даже подготовьте для них, пусть они его разместят там согласно или нет. Но, опять-таки, используйте этот способ, потому что, скажем так, каждый человек, который причастен к вашему журналу, это еще и дополнительный канал коммуникации со своей сетью общения, которую вы можете задействовать. Кроме того, институт рецензирования. Привлекайте новых рецензентов, предлагайте им рецензировать статьи. Как их найти? Опять-таки, поиск в Скопусе, поиск в Сайвале, я сегодня покажу еще несколько примеров из Сайвал. Вполне возможно, что через одну, две, три, четыре рецензии они могут стать авторами вашего журнала. Поощряйте рецензирование, хвалите их, благодарите их. Не знаю, ну, в конце года объявите конкурс на лучшего рецензента и пусть редколлегия журнала выберет лучшего рецензента за год. Не знаю, там, самого активного, самого эффективного. Или там, по, скажем так, по цитируемости статьи, грубо говоря. Посмотрите там за прошедшие годы, за пять последних лет, какие работы у вас были самыми цитируемыми. Посмотрите, кто рецензировал эти работы и поощрите, наградите этих людей. Далее. Что касается рецензирования, как можно его улучшить? Во-первых, для, в первую очередь, что помогает самим рецензентам, рецензентам, извините, что им нравится? Когда есть четкая инструкция, чего от них ожидают и как провести процесс рецензирования. Поэтому он у вас, в принципе, расписан в большинстве ваших журналов. Тем не менее, посмотрите внимательно, может быть, пересмотрите, может быть, опять-таки, у нас ничего не стоит на месте, все меняется. Пересмотрите, может быть, несите какие-то дополнения. Вот, кстати, одно из дополнений, но это не касается процесса рецензирования. Например, вы знаете, может, вы слышали о системе кредит. Ну, ладно, давайте я себе запишу, чтобы вам онлайн потом показать. Это токсонометрия соавторства. Давайте попозже покажу. Обратите внимание, как говорится, может быть, в тестовом пилотном режиме попробуйте ввести ее. Потому что вы знаете, ну, для гуманитарных журналов, может быть, это не так актуально, но для журналов, у которых большое число авторов, соавторов, и особенно если есть какие-то, скажем так, медицинские эксперименты, когда соавторы вносят, ну, скажем так, разный вклад в проведение исследований и подготовку работы. И сейчас, конечно, все чаще поднимается вопрос о том, чтобы конкретизировать вклад каждого автора в подготовку той или иной, или проведение исследований, или подготовку той или иной работы. Но это вот отдельная тема, я себе записала, чтобы в конце вам показать. Вернемся к рецензированию. Итак, проводить обучение рецензентов. Ну, сделайте один раз в год онлайн-семинар для своих рецензентов. Еще раз пройдите по, скажем так, всем процедурам рецензирования, которые есть. Еще раз обратите внимание, что важно для вашего журнала. Предложите им, не знаю, там, ресурсы, которые вы сами используете для отбора, для оценки поступившей научной статьи. Дайте им возможность высказаться, если у них есть вопросы и ответы. Ну и, как я уже сказала, например, в начале года сделайте такое мероприятие и наградите, выберите самых лучших рецензентов. Поверьте, когда, ну, опять-таки, думаю, вы согласитесь, когда люди хвалят, когда, ну, как бы, recognition, да, когда есть, когда замечен их труд, да, когда он оценен, это очень хорошо, и они, скажем так, готовы дальше работать и еще больше вкладываться. Активно привлекайте новых рецензентов. Как используйте системы соответствующие, там, и поисковые системы, тот же Scopus, iVal, не знаю, там, система других баз данных. Сами обратите внимание на новые веяния, да, в процессе рецензирования. Здесь я специально привела ссылочку на курс для рецензентов. И, конечно, очень хорошо, чтобы кто-то из членов коллегии посмотрел эти материалы, прошел этот курс, это бесплатный совершенно курс с сертификатом. И, возможно, скажем так, нашел что-то интересное, новое для своего журнала и внедрил это в практику уже самостоятельно. Это то, что касается таких редакционных вопросов. И если мы говорим все-таки про те инструменты, которые уже сегодня есть у вас в руках, то сегодня я бы хотела остановиться на топиках. И что это такое, и где их можно найти? Во-первых, их можно найти в профиле автора, да, это вот закладочка в профиле автора темы. Или на уровне отдельных статей. Вообще топики сами по себе, их список можно найти в аналитической системе Сайвал, которая есть у вас в подписке. И я обращаю ваше внимание на то, что это анализ, да, больших данных. Мы уже с вами немножко касались Сайвала. Топики. Для них выделено отдельное, скажем так, уровень, да, работы с топиками, где вы можете увидеть общие данные, да, сводные показатели по публикациям, попадающим в топики. Тегов или ключевых фраз, основных драйверов и так далее. Такую более детальную информацию. Ну, как эти топики были сформированы? Изначально взяли публикации с 12-го, по-моему, по... Давайте посмотрю. Извините, с 96-го года по 12-й год. И проанализировали ссылки при статейную литературу. И, скажем так, работы, которые ссылаются на одни и те же статьи, их попытались объединить в единый топик. Причем рассчитывали, скажем так, силу связей, да, между основной статьей при статейной литературе и между дальше, скажем так, работами, на которые ссылались или ссылаются. Таким образом, чтобы вот эта связь внутри топиков, она увеличилась, усиливалась, да, а между топиками уменьшалась. Таким образом, было создано около 96 тысяч научных тем. То есть, по сути дела, это классификация на уровне статей. Если в скопусе используется основной классификатор на уровне журналов, то есть, соответственно, статья опубликована в журнале, если журнал соотносится с разными, с двумя, тремя или четырьмя предметными областями, то статья, опубликованная в этом журнале, тоже будет соотноситься с двумя, тремя или четырьмя предметными областями. А здесь статья попадает только в один топик. Причем это довольно-таки устойчивая связь, потому что статьи опубликованы, скажем так, это не меняется, и новые публикации, соответственно, по анализу при статейной литературе попадают в ту или иной топик, который уже создан. Конечно, может, скажем так, наступить некий набор некой критической массы, когда топик может развалиться или расслоиться на 2 или 3 новые тематики. Но такое происходит нечасто, то есть где-то в год появляется около 20 или 30 всего лишь новых топиков, при том, что их всего 96 тысяч в мире. То есть это на публикациях с 96-го года. Ну хорошо, создали топики, далее подумали о том, как их между собой различать. И перебирали много разных параметров, и в конце концов остановились на самых таких сильно действующих, влиятельных параметрах, которыми является количество ссылок в текущем году и предыдущем году на статьи, входящие в этот топик, то есть свежие ссылки. Количество просмотров. Что значит просмотры в скопусе? Это когда открывают аннотацию, не просто находят статью в списке найденных результатов, когда кликают и открывают уже непосредственно страничку этой статьи, или переходят на полный текст, опять-таки в текущем и в предыдущем году. И средний сайскорд для соответствующего, для журналов, в которых были опубликованы статьи, попадающие в эти топики. Чуть ниже вы видите непосредственно формулу, вы видите, каждый из этих метрик или индикаторов имеет разный вес, но тем не менее. То есть, ну, это называется topic of prominence, мы его решили в русском языке все-таки использовать вариант, ну, перцентиль, извините, актуальности. То есть актуальности, поскольку говорим о том, что учитывается, да, количество ссылок, количество просмотров за два года и самый свежий сайт-скор, да, это журнальная метрика. Далее, ну, хорошо создали, рассчитали променентность, да, по, или актуальность по каждому топику и решили сравнить, скажем так, насколько, есть ли вообще корреляция с финансированием. И сделали сравнение с грантами, вот вы видите, источник StarMetrics, где гранты в основном двух крупнейших грантодателей мира. Это National Institute of Health США и National Scientific Foundation США. И, во-первых, из вот, ну, из 364 грантов, тысяч грантов, которые там были представлены, удалось сметчить, да, идентифицировать или, как говорится, поженить. То есть топики по названию совпали с грантами. И вот из 364 тысяч совпадение с 314 тысячами. То есть действительно по, скажем так, высокий процесс соотнесения. И далее посмотрели на суммы, да, выделенные на конкретную тематику и на променентность, да, соответствующего топика. Ну, или грант, этот грант же это тоже определенная узкая тематика. И оказалось, что темы с высокой актуальностью, променентностью, да, по этим темам, а точнее по этим грантам люди получали большие деньги. То есть даже в расчете на одного автора. Но опять-таки, что здесь первично, яйцо или курица, да, то есть или больше выделяли денег на более променентные темы, да, более актуальные, или наоборот, люди публикуются на более или выбирают для исследования более актуальные темы, потому что на них выделяют больше финансирования. Вот здесь уже этим вопросом не задавались, что первичность, что стало причиной. Но тем не менее, они увидели корреляцию. Пойдем дальше. Таким образом была создана точная модель науки, да, это такое, как мы говорим, международное кортирование науки со стабильными тематиками, более, то есть 96 тысяч тем по всему миру, и они объединены в более укрупненные, так называемые, тематические кластеры, их около 1500. Здесь вы видите, доля России и других стран в топ-1 самых актуальных топиков. И видите, что Китай — это 25%, ну, США, там, другие страны и так далее, Россия — 2,6. То есть мы говорим, ну, на самом деле, что значит топ-1, да, и доля, это значит количество публикаций ученых из этих стран в самых актуальных тематиках. На самом деле, чем больше наших ученых будет, скажем так, попадать в актуальные тематики, это значит, мы будем, скажем так, драйверами, да, этих тем. Ну, к вопросу о финансировании — это другой вопрос, да, откуда мы его будем получать. Но, тем не менее, это очень такой интересный показатель для отслеживания, для мониторинга. Как я уже сказала, топики можно увидеть как в профиле автора, так и на уровне конкретной статьи. И вы видите один из примеров, да, открыта аннотация статьи, указана, ну, здесь еще написано важность темы, сейчас уже актуальность, процентили актуальности, тут же в скопусе можно выйти на топовые, да, опять работ, ну, здесь написано репрезентативные документы в этом топике, здесь же облака тегов. Кстати, оно создается на основе анализа Neural Language, по-моему, Processing, на основе, на самом деле, семантической обработки текста и соотнесение с предметными словарями, с тематическими словарями. То есть это не просто ключевые слова, а это действительно семантическая обработка текста, имеется в виду заглавие, аннотация ключевых слов. Итак, как можно это использовать? Вот это я вам как бы сейчас онлайн покажу. Два способа. Для чего, в первую очередь? Во-первых, давайте сейчас я вот до сюда дойду и покажу онлайн. Во-первых, для того, чтобы понять, да, по узкой конкретной тематике, понять, скажем так, некий круг экспертов, вычленить один из способов, причем используя настройки, не просто мы видим, как в скопусе, да, фамилии, там, авторов. Да, мы не знаем, насколько вот они действительно там по нашей теме являются профессионалами и авторитетными авторами, чтобы их там пригласить к рецензированию. Здесь в Сайвале это можно сделать. Итак, мы с вами находимся в Сайвале. Все эти шаги у вас, вы видели, я пролистала, поэтому они вам будут доступны. Мы с вами находимся в модуле Overview. Это можно сделать модуль Benchmarking или модуль Trends. Как поискать среди уже созданных 96 тысяч тематик. Модуль Overview. С левой стороны мы выходим на уровни топиков. Это тематик. Прямо написано Topic and Topic Cluster. И здесь, в самом верху, вы уже видите возможность проведения поиска. Или чуть ниже, да, еще раз можно нажать Add New Topic. Итак, ну вот давайте тот же, там у вас был Facebook. Facebook. Я обращаю ваше внимание, смотрите, система уже сразу что-то находит. Причем есть отличия. Какие-то темы подсвечены вот таким почти закрашенным кружочком, какие-то более полый, да, кружок. Вот закрашенный кружок – это тематические кластеры. То есть это агрегация нескольких топиков в один кластер. И, соответственно, о полой кружочке – это уже непосредственно сами топики. Ну вот давайте посмотрим даже вот на самый первый, наверное, актуально для вашего университета, для каких-то направлений социогуменитарных. Выберем его. И когда я выбираю топик для изучения, автоматически, да, я могу посмотреть общие какие-то показатели по этому топику, список авторов, но лучше всего, скажем так, совокупные показатели по публикациям, которые входят в этот топик, лучше всего рассматривать модули Trends. Поэтому мы переходим на модуль Trends. Еще раз открываем наш уровень, да, топиков, выбираем выбранный нами. Обращаю внимание, что вы можете выбрать несколько периодов – десятилетний, пятилетний или один из трехлетних вариантов. И здесь вы видите, да, динамику публикационную, Field-Weighted Citation Impact по этим публикациям, облака, да, так, тегов, так называемые, или, точнее, Key Phrases, здесь вы можете почитать, что это обозначает, драйверов на уровне организации стран, отдельных авторов и журналов. И, конечно, интересно посмотреть, скажем так, нас интересуют в первую очередь сами авторы. Опять-таки, можем выбрать даже регион, например, кто из российских авторов публикуется по этой теме. выбираю Европу, выбираю Россию. И вижу список университетов. Здесь же я могу, скажем так, выбрать, например, один из показателей, ну, например, H-индекс, да, все-таки, как ни крути, но как дополнительный показатель, он довольно-таки интересный. Чем выше, тем, скажем так, мы можем быть более уверены, что есть больше публикаций автора, и они хорошо цитируют. Ну, посмотрите, вот есть какой-то автор, который по совместительству, да, работает в, еще и в российском университете, еще в университете Дублина, есть канадские авторы. То есть у них вторая где-то аффилиация, это российская организация. Ну, вот, опять-таки, если вас интересует эта тема, вот, пожалуйста, таким образом, вот, пожалуйста, ваш, да, автор, РУДН, работающий, да, по этой тематике. То есть, как я уже сказала, тема интересная. Может быть, и здесь же вы видите, вот, еще один автор. Здесь же вы видите других авторов, работающих по этой теме, причем вы видите российские авторы, возможно, с более высоким показателем, можно по FIVI-CI отсортировать, да. Можно сделать здесь же сортировку, сейчас загрузится система, сделать сортировку по, например, публикациям в топ-1% самых цитируемых журналов. Для этого мы выбираем publication и топ-Journal percentile 25%, и, например, по метрике SNIP. Да, почему по SNIP? Потому что, если ничего не поменяет, то, по идее, в новой редакции программы PSAL будет фигурировать именно эта журнальная метрика скопуса. И вот мы видим, да, смотрите, автор из Кубани, который в журнале топ-1 опубликовался, даже можно посмотреть. 159 просмотров, это значит чтений, да. И мы можем посмотреть, что это за публикация. С Teorings Internet Edition 2018 года, с авторами, с другими. Можем в самом скопусе посмотреть. 37 ссылок 2017 года. И в самом скопусе можно посмотреть эту публикацию. Иркутск, Лиханов и... Ага. Университет физической культуры. Журнал Евразии Journal of Mathematics Science and Technology Education. Да, довольно-таки большое число ссылок. Конечно, хорошо бы посмотреть и саму работу. Но, обращаю ваше внимание, эта статья входит в 1% самых цитируемых и самых актуальных работ. А что это за самые, скажем, точнее, не самых актуальных работ, а самых актуальных тематик? Ну, мы с вами помним, мы с вами в кластере находимся, да. А какие топики входят в этот кластер, вы тоже можете посмотреть. Итак, в разделе Topics вы видите как раз тематические топики, те тематики, которые входят непосредственно в этот кластер. Есть целый кластер, он немножко, видите, отличается по названию от самого кластера. Тематика есть Internet Use Edition Gaming, самый высокий процент актуальности, ну и другие темы. Вы видите количество публикаций, и вы видите какие-то не очень хорошо цитируются по сравнению с другими мировыми тематиками. Но, опять-таки, повторюсь, это узкие темы со своими спецификами. Можем выйти на отдельную эту тематику и посмотреть ее автор в первую очередь. И, кстати, видите, какая была динамика роста очень высокая. И посмотреть российских авторов. Еще раз сделать сортировку, которая публикуется в топ-1, извините, в первом квартире журналов Q1 именно по этой тематике. Вы видите прямо конкретно эти статьи. И, опять-таки, если вы публикуете темы, если вы видите, что этот автор, у него там две работы, он специализируется на этой тематике. Если, вернемся к H-индексу даже, если вы видите, что автор интересный, вы планируете публикацию, пригласите или сделайте рубрику, или там спецвыпуск, который посвящен именно этой тематике, и пригласите этих людей для публикации, не знаю, там материал, пусть будет назовите его круглый стол. То есть, вот исходя из узкой тематики, которая вас интересует, вы можете таким образом выйти на конкретных авторов. Далее, если все-таки эта тематика довольно-таки широкая, у вас есть какая-то там своя специфика, то вы можете сами, скажем так, используя SciVal, подтащить публикации с Копуса на основании поисковых терминов. Как это можно сделать? В этом случае вам нужно выйти на, как говорится, другой уровень, на уровень Research Area, то есть вы сами ее создадите, и здесь нажать Add New, то есть добавить новую, и Define a New Research Area, то есть вы сами ее определяете. И здесь два есть способа, скажем так, использования или построения поискового запроса. Первый вариант. Вот вы используете вот эти подсказки и сами выстраиваете фразу. Ну вот, например, интернет. И я хочу, чтобы обязательно был гейминг. Даже вот так. Я хочу, чтобы система мне нашла статьи, где встречаются фразы или интернет, или гейминг, но обязательно, чтобы с ними еще была фраза education. И могу нажать поиск. Сделаем так. Вот система нашла довольно-таки много, 28 тысяч работ. Слишком много. Вернемся назад. And. Можем вот так сделать. Ну вот уже что-то поменьше, но вернемся на предыдущий шаг. Еще есть один вариант, скажем так, использования вот этих булевских операторов как разных полей. Для этого вы можете переключиться на вторую форму. Вы не волнуйтесь, как бы, вот то, что я показываю, оно в презентации есть. Укончание доступно. И здесь вы тогда можете вот таким образом использовать интернет. Хотя. Нет, вот. Ну давайте так. Интернет. Именно. Извините, сама не правильное делаю. Интернет. И. Обязательно, чтобы было слово education. And. And мы с вами. Давайте вот. Билин. Попробуем. В этом случае вы, да, вы видите, что обязательно, то есть вот прямо в результатах, да, поиска, вы видите, что система, то есть какой, по какому принципу она вела поиск, то есть обязательно в статьях встречается education, bilingue, и обязательно один из терминов интернет или gaming. Также по умолчанию система вам покажет результаты за последние пять лет. Можете снять этот флажок. Здесь же вы видите дополнительные фильтры, которые вы можете использовать. Например, вас не интересует, скажем так, ну, публикации, которые попали в область физики, вы можете выбрать и в данном случае exclude нажать, да, исключить. Можете выбрать, соответственно, публикации из отдельных журналов, например, Bilingue Research Journal, или по организациям, или тип организации. Ну вот, скажем так, дополнительные фильтры, которые вы можете применить к найденному набору. Но их лучше применять, когда у вас, скажем так, большое число результатов, да, больше там 20 тысяч, и долго будет эта тема формироваться. Когда есть 157 статей, в принципе, зачем нам ограничивать? Давайте нажмем «Тест». Просто назовем «Сегодня девятое число». Можете, или можете дать. Gaming and Edu Education and Billing. Так, назовем. Сохраняем. Видите, я сделала ошибку в названии, если я хочу ее подкорректировать. Помните, у вас всегда есть закладочка «My SciVal», то есть своя рабочая папка, где вы можете это все, что вы сами создали, подтащили, подкорректировать. Вы видите, я отбираю, точнее, выделяю, вот подвожу мышку к созданной теме и нажимаю «Карандаш», «Корректировка», и... Интернет. Сейвный. Понятно, да, почему такие опечатки? Правая рука быстрее печатает, чем левая. Поэтому буквы переставляется местами. Итак, давайте сразу в модуль «Трэнс» посмотрим, как выглядит эта созданная нами предметная область. То есть мы сами подтащили нужные нам слова. Сейчас, секундочку. Отметим ее. И мы с вами видим список. Специалистов, которые занимаются этим вопросом. Если нам нужны публикации в топовых журналах, сейчас посмотрим, есть они вообще таковые или нет. Не ориентируйтесь только на один показатель. Перебирайте несколько, потому что могут быть, скажем так, некие необычные выплески или всплески, мало ли что, как говорится. Но вот видите, к сожалению, ни одной публикации в топовом журнале нет. Опять-таки, возможно, это наша специфика поискового запроса. Поэтому, возможно, лучше все-таки обращаться к уже предсозданным топикам и рассматривать их для, скажем так, анализа по узкой тематике. Это то, что касается, опять-таки, для чего? Для того, чтобы найти конкретных людей, рецензентов. Давайте посмотрим. Здесь же можно посмотреть список журналов, где были опубликованы работы, насколько они, знакомые нам журналы индексации, кстати, которых была уже прекращена. Хотя вот Journal of Language and Literature, он продолжает индексироваться. Вот. И... То есть, в данном случае это дополнительная информация, как я уже сказала, для поиска рецензентов. Хотя давайте еще посмотрим, выберем все страны. Может, мы найдем, кто у нас были российские авторы по этой тематике. Посмотрим зарубежных. Может, все-таки есть. Ну, вот, кстати, есть все-таки зарубежные авторы, которые публикуются в журналах первого квартиля по этой тематике. Писок есть зарубежные авторы. Ну, вот, давайте, вот, говорю, буквально перебрав 3 или 4 там метрики в топ 25% самых высоких журналах по СНИПу. Дальше посмотрим. По H-индексу автора. Посмотрите. Ну, как бы, не последние, да, как говорится, люди. И давайте по FIVCI сделаем сортировку. Ну, вот, как раз это тот вариант, где те самые выбросы, да. Сейчас посмотрим публикации какого года. 16-й год. 4 ссылки. То есть они ее весят довольно-таки, как говорится, много, эти 4 ссылки с 16-го года. Хотя, по-моему, тоже журнал, не помню, был прекращен или не был прекращен к индексации. Ну, вот, поэтому, скажем так, перебирая там высокий H-индекс, попадание в топ, да, 25 самых-самых топовых журналов, предлагает определиться с таким, действительно быть уверенным в отборе авторитетных серьезных авторов. Итак, для чего, еще раз повторюсь, возможно, это ваши будущие рецензенты, возможно, будущие члены коллегии, возможно, будущие авторы вашего журнала. Так, напоминаю, мы с вами, да, делали обзор, точнее, вытащили эти публикации через поисковый запрос. Ну, и, да, дополнительно, что нам подсказывает здесь система, да, мы использовали свои поисковые слова, но, да, какие вот еще уже, скажем так, словарные, несловарные термины используются в этих статьях, вы можете их здесь увидеть. 50 вот таких терминов или словосочетаний из найденных статей было вычленено. Топ-50 имеется в виду. Да, почему 77 статьи, а не 157, потому что у нас здесь ограничение 5-летний период, ну, выберем с 10-го, если по 19-й, то выглядит немножко по-другому, тем не менее, похоже. Опять-таки, насколько часто вы сами используете в своих работах, в своем журнале эти ключевые термины, используете или нет. Это то, что касается поиска возможных рецензентов именно по топику, по тематике. Как вы видите, топики, тематики эти, поскольку каждая статья, опубликованная в скопусе, может соотноситься с, обязательно соотносится с той или иной тематикой, или попадает в ту или иную тематику, то логично предположить, что раз наш журнал индексируется в скопусе, то и наши статьи попадают в какие-то топики. Как этот журнал, скажем так, был в скопусе, уже индексировался, уже были работы, и я вам покажу, еще раз обращу ваше внимание, где это все можно найти. В принципе, в модуле overview, например, вы далее можете перейти на уровень скопус-сорсис, это источники скопуса, и здесь уже на свой рабочий стол подтянуть ваш непосредственно журнал. Вы видите, я вытащила, мы с вами рассматривали журнал Russian Journal of Linguistics, как его найти, ну вот, нажимайте add new, что-то у нас было написано, add new, и здесь начинаете печатать, да, и журнал, и точнее, система вам уже подсказывает, что надо. Итак, добавили мы этот журнал, и, как обычно, в модуле overview, совокупный показатель по публикациям журнала, да, можем за 10 лет посмотреть, но журнал у нас индексируется там последние несколько лет, поэтому выберем пятилетний период, видим показатели сайт-скоры, сжар, снип, мы можем посмотреть квартели по годам, журнал квартал, да, и видим, что по сайт-скор все время это второй квартиль, то есть не менял журнал положение, по снипу четвертый вообще, по сжару второй, ну да, если еще раз повторюсь, если я как бы писал приму, то, конечно, снип вам как бы надо будет на эту метрику смотреть, и по этой метрике смотреть на журналы, входящие именно по снипу на более высоком уровне, который индексируется. список ваших авторов. Ну и мы с вами говорили про топики, открываем раздел, и мы с вами видим как раз список топиков, которые попадают в статьи нашего журнала. и здесь мы можем их, я уже, по-моему, да, сделал, отсортировал их по променентности или по актуальности, и мы видим, да, вот есть публикации в, сколько у нас, раз, два, три, четыре, четыре публикации, которые попадают в топ-1 самых променентных тем. и дальше, что мы, да, мы как бы можем вот на единичку эту кликнуть и посмотреть, что это за автор, да, когда опубликовался, видим число ссылок, да, известный, профайл, статус, WhatsApp и так далее, и в какую тематику, да, попала эта статья. А дальше можем посмотреть обзор этой тематики по миру, поскольку мы уже публикуемся, да, по этой теме, и если мы хотим ее развивать, и мы видим, что она актуальна, променентна, значит, помним, что входит в этот показатель. Большое число ссылок за последние два года, большое число чтения, да, вот эти views за последние два года и высокий сайт скорых журналов, где опубликованы статьи по этой тематике. Мы видим, действительно, растут публикации с каждым годом, FVCI немножко падает, помните, да, может быть, там, актуальность темы склыла, тем не менее, растет международное сотрудничество в статьях, видим то самое облако тегов, да, ну и самое главное, если мы откроем скопу Source, видим конкурентов, можем как раз выбрать топ-1, топ-1 по, извините, по сайт скор, да, здесь выбираем publication top journal percentile, топ-25, снип, и будет пусть total value, да, и видим список этих журналов, можем, не знаю, там, долеснуть, чуть ниже посмотреть, и самое главное, раздел авторы. Еще раз повторюсь, здесь мы с вами видим опять-таки. Вполне возможно, это наши будущие рецензенты, кому мы можем написать и пригласить отрецензировать работы. Сортируем по H-index этот список. Да, или наше будущее, возможно, авторы. Вернусь на презентацию. Это то, что касается работы непосредственно вот с системами для подбора рецензентов. Еще пару дополнительных, скажем так, подсказок по системе, которые у вас уже есть в доступе. Я не говорю сегодня о Expert Lookup, который у вас в тесте был или еще продолжается. Это дополнительная такая информация, дополнительный источник, там еще и конфликт интересов отслеживается, но тем не менее, пока Expert Lookup у вас тест, пока не будем касаться. Итак, еще один момент, который связан с развитием журнала, это что учитывать, что контролировать. Конечно же, мониторить цитируемые и нецитируемые работы. Как это можно сделать? Поскольку ваши статьи уже индексируются в скопусе, вы можете легко давайте прямо открою в скопусе, вы можете выйти на список ваших работ в скопусе и отсортировать цитирование по убыванию, точнее, по возрастанию. Таким образом, вы первыми получите статьи, которые еще не цитировались. Так, не хочет обновляться. Сейчас посмотрю. Да, не очень хочет. Ну вот, по возрастанию пусть будет. Понятно, что за последний год свежие публикации еще не появились, но выбрать 19-й год, 18-й год. Их можно посмотреть, особенно давно опубликованные работы. И где-то отсюда начинаю. У нас получается работы не цитируются. Здесь вообще даже нет автора. Опять-таки, знать эти работы и отслеживать, есть ли ссылки, появляются ли ссылки или нет, и понимать, опять-таки, а почему они не цитируют. Посмотреть на, не знаю, еще раз на содержание, на тему. Вроде бы и список зарубежных авторов. Может быть, со временем действительно нужно, как я уже говорила, время, для того, чтобы работы получили цитирование. Поэтому отслеживание не цитируемых или мало цитируемых работ и подумать над тем, как можно снизить эту долю не цитируемых работ, это входит в задачи, скажем так, или в программу развития журнала. На основе анализа цитируемых с другой стороны выделить или анализа променентности выделить темы, которые актуальны в мире, которые интересуют читателя, особенно на основе анализа цитируемых возможностей. Подумайте, насколько вы готовы дальше продолжать тему, насколько она вам интересна, и посмотреть, кто других авторов, которые публикуются по этой теме. Как я уже сказала, давайте даже вернемся обратно и отсортируем по цитированию, по убыванию. Мы с вами увидим самые цитируемые работы, например, в журнале, в том журнале Russian Journal of Извините, чуть-чуть просто пошли сделаем по убыванию. Еще раз. опять-таки вы видите, самую цитируемую работу, открываем ее. Кстати, оказалось, да, помните, это просто работа, по которой мы смотрели самую актуальную тематику, 99% актуальности темы. Поэтому готовы ли вы продолжать развивать эту тему? Посмотрите, не знаю, там, авторов из России, пригласите их. Может быть, сделайте тематический выпуск, как я уже сказала. Пригласите других зарубежных авторов отрецензировать напитки, если эта статья будет на английском языке. Как я уже сказала, посмотрите, среди этого списка есть ли авторы по этой тематике, которые работают в тех же организациях, что и представители вашей редколлегии. То есть этим людям же проще дойти у себя в университете до 100 часов представиться, чем вам из внешней организации. Таким образом можно сделать ограничения и, скажем так, добраться до нужных людей максимально короткими путями. Далее, далее, далее. Извините, а можно на секунду самую публикуемую статью глянуть? Я не успела заметить. А это как раз статья Маиза. Я знаю, а вот список, вот кроме нее, какие там у нас еще, просто на одну секунду посмотреть. Общий список, который вы давали по обыванию. Спасибо, извините. Ничего, ничего. Следующий это Гладкова Иларина, потом польский автор. Вот 18-й год у вас в основном пошли, да, ссылки. Опять-таки, да, вот еще тема WhatsApp, Комарова и так далее. Получить этот список очень просто. Я вам тогда, поскольку я вам открыла сразу с этой странички, на самом деле очень-очень просто. Выходите в скопус, раздел источники или по названию журнала находите, или по SSN. Я вас нахожу обычно по издателю, то есть набираю Руден и у меня система показывает все журналы Руден. и вот ваш журнал. Нажимаю. И дальше здесь есть содержание, сейчас откроется чуть-чуть содержание, в принципе, здесь по годам, но есть очень хорошая кнопочка «Посмотреть все документы» вот прямо под утраслью знаний. Нажимаете ее и вы переходите на страничку, вы видите, да? Помните, я вам на втором, по-моему, занятии, на нашем предыдущем, показывала, что когда вы так переходите, вы видите вот этот Source ID, это ваш, скажем так, номер уникальный, идентификационный именно для журнала. А дальше вот загрузился весь список ваших работ и дальше над списком вы выбираете из выпадающего меню цитирование по обыванию. Ну, поскольку я уже тут работала, система, это сразу как бы запоминает, да, последние эти выборки. И все у вас сортируется, точнее, формируется вот такой список. Дальше вы его... Ага. Да, вопрос у кого-то? Я хотела с вас сказать, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Тогда завершающие моменты и как я уже сказала, формирование тематических выпусков и сотрудничество с сотрудничество в том числе с международными сообществами, да, опять-таки погуглите, да, как сейчас любят говорить, есть ли по тематикам вашего журнала какие-то международные сообщества. Это еще один, да, канал коммуникации. Вы можете познакомиться с ними, высылать им систематический апдейт, да, или обзор нового выпуска вашего журнала и постоянно. Кто знает, может быть, со временем или, опять-таки, завяжутся какие-то отношения, приглашать их для рецензирования, для публикаций и, опять-таки, конференции, несмотря на то, что ковид, мы все в удаленном режиме, но проходит онлайн. Посмотрите, какие есть тематические конференции именно по вашему журналу, по тематике вашего журнала. спецвыпуски мы уже проговорили, но с осторожностью, чтобы это не было, скажем так, спецвыпуск, который только размывает тематику, то есть желательно, чтобы это, ну, как бы вы не чистили с дополнительными выпусками, которые выходят за рамки вашего, скажем так, некого, ну, стандартного, ежегодного набора публикаций. Вы публикуете 60 статей в год, да, там можно больше, чуть-чуть, можно меньше, можно спецвыпуском, там, саплемент, да, еще выпустить, но это должно быть обоснованно, то есть, вот, или можете в регулярном выпуске посвятить его какой-то тематике, это, возможно, это даже будет лучше, потому что вы помните, что количество статей автоматом увеличения влияет на расчет дальнейшего показателя журнальной метрики, то есть, количество статей у нас в знаменателе, чем мы больше увеличим знаменатель, тем меньше у нас получится в конечном итоге значения, да, числите их в знаменателе. Поэтому вот такие небольшие подсказки, которые вы уже частично используете, но я думаю, что-то дополнительное для вас есть. Соцсети, еще раз напомню, использование ваших членов предколлегии зарубежных, использование тех тем актуальных, в которые вы уже попали до статьи ваши, посмотрите, кто там еще работает в этих тематиках, в каких организациях близких к вашему университету или к членам предколлегии. Используйте эти возможности, каналы связи для продвижения, для, ну, скажем так, пропаганды, и предлагайте еще раз, вот просто сформируйте, возьмите, может быть, себе за практику делать некий всегда анонс, нового выпуска журнала на английском языке с такими highlights, самых интересных статей, на что обратить внимание, с кратким их содержанием. Там не обязательно, что статья такая-то, название, фамилия и так далее. Просто небольшой анонс, выходит там, выпуск такой-то, статьи, посвященные вот таким-таким тематикам, очень яркие публикации, т.д. Что интересного читатель может узнать из этого выпуска. И сделайте рассылку через, на английском языке, на русском, поставьте у себя в Менделее, в аккаунте в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме, вышлите своим членам редколлегии, чтобы они прорекламировали этот журнал, вышлите с, может быть, тематической конференции, может быть, какой-то тематической, ассоциации. И, да, и про Сайвал Скопус я вам уже сказала. Используйте, двигайтесь и отслеживайте всю информацию в вашем журнале. Чем больше вы будете, тем больше, да, и чем лучше вы сами себя будете знать, тем лучше вы будете понимать, что вам делать дальше и как развиваться и в каком направлении двигаться. На этом, наверное, от меня сегодня все. и давайте перейдем к вопросам. В первую очередь к вопросам от вас. Что, да, сейчас я прекращу показ. Какие у вас на сегодняшний день есть вопросы с точки зрения, с точки зрения, не знаю, там, выбора референтной группы, вообще полезно вам это или нет вся эта информация. Может быть, у вас, скажем так, я вот вещаю-вещаю все время, а у вас, вы можете сказать, Галина Петровна, да у нас тут совсем другие простые земные проблемы, нам бы с ними справиться. Давайте. Открытый микрофон. Есть какие-то вопросы? Может, у кого-то есть какие-то интересные практики? Галина Петровна, спасибо большое. Очень хорошо, что вы все это говорите. Я очень рада тому, что некоторые моменты у нас вот как бы мы уже это делаем. И хочу обратить внимание коллег, что спецвыпуски, которые мы начали делать четыре года назад, они действительно приносят очень хорошие результаты. Потому что, когда мы выбираем какую-то интересную тему, вот под эту тему мы приглашаем специалиста, который работает, а уже он задействует свои как бы контакты, научные связи и привлекает тех людей, которые, возможно, на нас бы даже не отреагировали. И вот то, что вы показывали, цитирование, самые такие, это как раз из этих журналов, которые мы делали тематическими вместе с конференцией. возможностями сетей не пользуются, как вы показали. Но учитывая, что конференции мало, наверное, вот как раз ваша информация, она будет очень полезна для того, чтобы находить новые контакты и именно вот так приглашать под конкретные специальные уроки. Да. Ушные тематики. В этом как раз вот мы уже, так сказать, каких-то успехов достигли. Спасибо. И то, что вы говорите, будем продолжать и на правильном пути. Спасибо. Вам спасибо, Татьяна Викторовна, что поделились информацией. Спасибо. Александр Владимирович, вы хотели что-то сказать, да? Да, Галина Петровна, я сказать и поблагодарить вас и спросить вот по последней части про цитирование. Вот смотрите, вот я тоже вслед за вами, кто цитирует Russian Journal of Linguistic и одной из первых тут, ну, одной из последних, наверное, ссылки на цитаты стоит 21 год. Я просто на уровне логики хотел уточнить, а как такое может быть? А я рассказала в самом начале, это как раз онлайн first. Смотрите, давайте я вам еще, я вам, кстати, еще одну вещь не показала, а обещала, кредит. Помните? Посмотрела свои записи. Сейчас я вам покажу тогда по поводу 21 года. Это, о, кстати, что-то я все закрыла. Это как раз тот самый случай, когда уже статья, то есть уже когда наперед формируется выпуск, то есть портфель уже есть ограничение по количеству статей или по количеству страниц, и, извините, выпуск формируется заранее, то есть и уже набирается портфель на следующие выпуски, и он уже готов, и уже статьи прорецензированы, и, сейчас, секундочку, и уже все есть. Ну, вот я вам сейчас покажу буквально одну вещь. пока вы смотрите, я правильно понимаю, ну, вот уточнить, что вот эти статьи, они уже индексируются до публикации. Да, да, они уже на сайте. А как это технически возможно? Сейчас покажу тоже. Смотрите, давайте тогда еще так сделаем. Это интересный вопрос, потому что мы тоже готовим выпуск за полтора-два года, и у нас, в принципе, получается иногда, что выпуск готов за полгода до того, как мы его запускаем. Да, но у нас все индексируются после выхода по полгода. Ну, у вас, во-первых, сейчас вообще задержка в индексации, поэтому, как только, если у вас уже есть на сайте выложен, да, этот контент, давайте я сразу перейду вот в UIT Publisher, да, посмотрим, как это на сайте издателя выглядит. Вы видели, я набрала, да, вот Taylor & Francis. Вот уже, это уже представлено. Простите, она на экран. Мы не видим экрана. А, вы не видите, да? Извините, сейчас, сейчас, это я, share screen, а, это я, да, а сейчас? Сейчас хорошо. Да, я провела поиск в скопусе PubE после 20-го года. Посмотрите, уже 22-й год есть, 5 статей и 21-й. Ну, вот 22-й, может быть, еще даже ошибка небольшая. Сейчас даже специально проверю, нажму ограничить. Тут, тут, да нет. Journal of testing, давайте тоже в UIT Publisher перейдем. Ну, вот пример, журнал, да, в Volume 18, 21-й год, первый выпуск, уже сформирован. Посмотрите, опубликовано онлайн 9-го мая 2019-го года. То есть, уже такой поток статей, что формируются выпуски заранее. И уже, представьте. Мы можем так делать? давайте даже так вернемся. Посмотрим. Конечно. А кто, а кто вам запрещает так делать? контент? Конечно. И более того, чем раньше вы это делаете, тем раньше мы забираем, да, этот контент. Потому что вот сейчас мы с вами, ну, простите, да, разбираемся, я имею в виду в кавычках. Сейчас наша с вами задача дозагрузить тот контент, который delayed, который не проиндексировался и настроить систематическую индексацию. То есть, на самом деле, у нас тоже там система перешли, мы на новую, на новые технологии, и у нас, по идее, должны стоять alerts на ваши сайты. В случае, если у вас появляется новый контент, то система его сразу же забирает, да, этот контент и индексирует. И чем раньше он появляется, тем, соответственно, сработает раньше alerts, по идее, да, и мы проиндексируем ваш контент. То есть, вы видите, вот журнал, вот первый выпуск 21 года, и вот уже есть статьи, и уже даже citations, на работы, вы видите, онлайн они опубликованы в мае 19-го, а на них уже есть ссылки. Галина Петровна, позвольте уточнить, ведь правильно мы понимаем, что речь все-таки идет о полностью уже обработанных с реабилитационной издательской точки зрения на статьях, что это не импринт, статья, которая вывешена здесь еще о получении основных, так сказать, реквизитов, и, ну, в общем, вы понимаете, то есть, процесс реабилитационный там полностью завершен. Да, это не припринты, не-не-нет, здесь уже мы говорим, то есть, есть вариант, когда article in press, да, так называемое, это когда статья была получена, прорецензирована, и уже даже, то есть, даже прошла уже погенацию вот эту издательскую обработку, но еще, скажем так, не финализирована, при этом уже и сформирован выпуск, то есть, не хватает каких-то финальных вещей, но очень мелких, и, в принципе, вы можете выставить на сайт, но обязательно должно быть указано, что это не опубликована статья, а article in press, то есть, вы еще тогда давайте и пояснения, и, сейчас я вернусь вот сюда, в тот же скобус, покажу. Тут очень важный нюанс, что если статья еще полностью не завершена в обработке и не имеет нужных реквизитов полных, если она в таком виде будет проиндексирована, а потом, не дай бог, какие-нибудь изменения произойдут в последующем, то есть, как бы, ну, вы понимаете, что это не один тоже объект. В принципе, да, в принципе, здесь, кстати, тоже финальная стадия везде написана, но у нас бывает, когда article in press публикации, и главное, что дои, дело в том, что когда вы обновляете информацию, вот здесь бы я не рисковала, как бы, и все-таки финальную, действительно, публикацию уже выкладывала, потому что, я, честно говоря, сейчас не очень могу подсказать, как это работает, но статьи article in press, они имеют, как бы, ну, уже имеют дои, и дальше, когда обновляется информация при том же дои, то есть мы заново, например, вы заново обновили контент, да, уже все финальными версиями, по идее, опять должен сработать alert, мы снова забираем этот контент, видим, что те же самые дои, и мы меняем, да, мы убираем article in press, и добавляем уже финальную версию, ну, вот, это в идеале, да, как оно работает, и работает, в первую очередь, там, с нашими собственными журналами, но, как говорится, пока мы с вами еще не настроили нормальную перерыв, я бы здесь не рисковала, давайте все-таки финальную версию. Это раз, во-вторых, дело в том, что у нас по поводу дои сразу же встанет вопрос, потому что сейчас у нас дои привязанную там номер страницы указывает, диапазон страницы, вот, вот, и, конечно, это на ранней стадии, это нереально понимать, какие-то... Тогда и не надо, Поэтому этот вопрос нужно в первую очередь с нашим издательством обсуждать, насколько это вообще реализуемо и так далее. Нет, если есть возможность, то есть, если у вас уже на сегодняшний день есть портфель про рецензированных работ, то есть, обработанных, готовых работ для следующего выпуска, запускайте их, публикуйте, пожалуйста. На самом деле, на самом деле, это так выглядит, что, скорее всего, коллеги имели в виду, что у них выпуск готов, собран, как редакционный портфель, но он еще не прошел на тот момент редакционно-издательскую обработку в издательстве. Ага. Конечно, здесь вот, а поскольку, как только издательство нам сделало выпуск, он немедленно выкладывается на сайт, там это вообще не обсуждается. А, ну все тогда. Хорошо. Сейчас я еще кредит вам, да, хотела показать. Кредит, так все, но... Пока вы набираете, то есть последний вопрос, вот потому что мы обсуждали, то есть в принципе мы можем, если у нас будет возможность, конечно, у издательства это сделать, выпустить номер досрочно. Например, первый номер 2021 года выпустить в декабре, а не там в феврале и марте. Да, 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 но только смотрите, еще раз говорю, почему, почему я всегда еще говорю, смотрите на референс, да, как это сделано, посмотрите, как это сделано в этом вот конкретном журнале. Вы видите, что для каждой статьи указано паблишт онлайн, например, 23 апреля, 19-й год, да, несмотря на то, что выпуск первых, ищет, то есть вы давайте информацию, как бы, чтобы было понятно, почему. Здесь вот еще такие дополнительные моменты, но в принципе вы уже можете, даже если вы не дадите, да, ну, как вам сказать, вот эта вот информация, она считается, ну, правилом хорошего тона, но даже если вы ее не дадите, а у вас уже, да, у вас не будет указано, когда опубликована статья, но уже будет представлен выпуск, первый выпуск 21-го года, пожалуйста, выставляйте его на сайт, если он готов, со всей погенацией, со всеми страницами, сверстан весь, выставляйте, и мы его добавляем в скокус, работаем с ним. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Хотела показать на примере наших эльзивировских журналов, но что-то не попал, вся, никто из них в 21-й год. Ну вот даже, 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 давайте вот так, самое популярное у нас в последнее время слово, ну вот, 6 статей 22-го года есть уже, как мило, а, ну это энциклопедия, это нас не интересует, по-п-по, энциклопедия, и все, да, давайте 25-й, 21-й год посмотрим, тогда, а, research article, 20-й год, вот, кстати, давайте вот, research article, новым, новым, open access, вот посмотрим, один из примеров, сейчас, сейчас, наше умо, посмотрите, мне просто очень нравится, как это, как говорится, знаете, лучшие практики, если в Taylorin Francis было написано, published online, то у нас прям вся история статьи, да, received, revised, accepted, available online, видите, ну вот, скажем так, вот, ну согласитесь, как-то больше доверия, хотя, смотрите, 24 сентября было принято, за два месяца ее прорецензировали, и, соответственно, тут же приняли, и она через три дня уже была, а, да, после того, как приняли, уже была доступна онлайн, вот, не знаю, насколько вы, как бы, у вас есть технические такие возможности, но, как один из примеров, я вам обещала показать кредит, да, кстати, сайт, давайте я прямо его, кстати, в презентацию скопирую, так, а я что делаю, я закрыла презентацию, ай-яй-яй, вот у нас презентация, и я прям последними, вот, именно вот так еще сделаю, и, чтобы вы помнили, Contributor Roles Taxonomy, здесь 14, да, представлено 14 ролей, да, которые могут быть указаны в статье, ну, еще раз говорю, вот такая новинка, которую первый раз я услышала в этом году, весной о ней, но уже на сайте самого Элизивира, у нас на элизивир.com, уже был анонс о том, что, хотя я вот не видела, чтобы мы сами во всех журналах применяли, но тем не менее, это, скажем так, указание тех, того вклада, который каждый из указанных авторов делает, например, там, и причем с сокращениями, да, вот описание каждого из этих, из этих ролей, и где-то здесь интересно, есть how to implement credit for publishers, смотрите, tech contributors should be coded in just vxml, можно еще кодировать, то есть на самом деле, вполне хорошая вещь, которая, ящик, будущее, потому что, особенно будущее, для тех работ, для которых большие списки авторов, то есть различают, да, концепцию, кто разрабатывал, кто занимался данными, кто анализом, кто funding acquisition, кто с непосредственным исследованием, методологией, кто проектный администратор, ресурсы, техническое обеспечение, да, и так далее, валидация, визуализация, написание оригинального текста, review and editing, вот 14 ролей авторов, которые предлагаются рассмотреть, или предлагаются использовать, определяющие, скажем так, вклад каждого автора в работу, посмотрите на досуге, может быть, это может быть применимо к вашим журналам, и может вы станете пионерами в России по использованию вот этой таксономии, кто знает, так, я вам включила эту картинку и прямо вставлю ее в сейчас презентацию, да, кредит, ой, ой, шала, вот, это вот так, для того, помнить, я думаю, что и интересный подход, ну, не знаю, насколько у нас приживется, извините, пожалуйста, ой, извините, еще, может быть, вопросы, коллеги, нету, нету, ну, тогда, если нет вопросов, я благодарю вас за внимание, за такое активное участие, и, когда,